27 августа 1698 года во внешнем облике россиян произошла решительная, шокирующая многих перемена. Сам царь Петр Алексеевич, только что вернувшийся из поездки в чужие края, вооружился ножницами и безжалостно отрезал у приглашенных к нему дворян и бояр привычные русские бороды. Причем венценосный бродобрей не ограничился только первой встряской, на следующий день бороды уже новых гостей кромсал царский шут. Последовал и высочайший указ, согласно которому бриться надлежало всем, кроме крестьян и духовенства. А в случае, ежели кто расстаться с бородой не пожелает, можно откупиться, хотя пошлина была весьма чувствительная. Для дворян она составляла 60 рублей, для купцов 100 рублей, для прочих посадских людей 30 рублей в год. Заплатив ее, человек получал металлический бородовой знак, по центру которого значилось «С бороды пошлина взята», а по периметру помещалась надпись, совсем в духе петровской пропаганды «Борода – лишняя тягота». Облагалась пошлиной и крестьянская борода, но только при въезде в город и выезде из него, она составляла две деньги. У городских застав дежурили специальные соглядаты, которые бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному выражению Николая Гоголя, Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом. Один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Так революционно и деспотически Петр I порывал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян сходственными на другие европейские народы. Борода стала знаменем в борьбе двух сторон – реформистов во главе с царем и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И бородобритие, как и другие культурные явления эпохи преобразований, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступиться от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры. Но повсеместно, насаждая бритье бород, только ли на Европу ориентировался Петр? Было ли ему известно, что восточные славяне до принятия христианства также брили бороду и усы? Открытое лицо почиталось тогда ими признаком знатности. Сознавал ли Петр эту свою преемственность с язычниками-русичами? Можно сказать, определенно, отец Петра, царь Алексей Михайлович, осознавал языческую природу бродобрития, причем именно на русской почве. В одной из грамот царя бритье бород ставилось им в один ряд с кликаньем коляды, усеня и плуга, распеванием бесовских песен, скоморошеством и другими языческими действами. Однако, какие-либо высказывания Петра по этому поводу не были слышны. Если говорить о том, как непосредственно воспринимал это Петр Первый, то борода ассоциировалась у него с ненавидимыми им стрельцами, чуть было не лишившими его жизни. А позднее, с опасным окружением царевича Алексея, Петру Первому приписывают слова, «Когда б ни монахиня, ни монах и ни Кикин, Алексей бы не дерзнул на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, многому злу корень, старцы да попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, патриархом Никоном, а я с тысячами». Петр Первый прекрасно понимал, что предметы внешние действуют на внутреннее благообразие человека, а русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. Ведь в течение многих веков россияне видели в бороде признак достоинства мужчины, мирила своего православия, а также символ собственного церковного превосходства над люторами и прочими еретиками. В еретических же странах Запада, отмечал в своем очерке бородой варварой современный британский аналитик Сирил Норкотт Паркинсон, гладко выбритое лицо всегда соотносилось с периодами расцвета, борода же появлялась во времена упадка и неопределенности. Она была тем покровом, под которым скрывают колебания и сомнения. А их в период 1650-1850 годов было довольно мало, поэтому в западноевропейском обществе укоренились вполне определенные взгляды, в корне отличные от взглядов московских староверов. Борода заменяла мудрость, опыт, аргументацию, открытость. Людей в возрасте она наделяла престижем, который не подкреплялся ни достижениями, ни интеллектом. Она могла служить и служила прикрытием для всего показного, напыщенного, лживого, невежественного. Такое критическое восприятие бороды было органически чуждо ее русским ревнителям. Впрочем, не только русским. Георгий, митрополит Киевский, повторял. «Стязание с латиной, католиками, бреют броды своей бритвой, что отступлением является от закона Моисеева и Евангельского». И действительно, согласно Торе, «Острижение бороды мужчины позор» в книге «Левит», глава 19, страница 27, читаем. «Не порти края бороды своей». Известно также, что бороду носили Иисус Христос и апостолы, о чем говорил в своих евангельских беседах святой Иоанн Златоуст. О необходимости бороды свидетельствовало и правило византийского богослова Никиты Скифита о пострижении бороды. И в постановлениях Стоглавого собора 1551 года указано. «Творящий бродобритие ненавидим от Бога, создавшего нас по образу своему. Аще кто бороду бреет и приставится тако, не достоит над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь приносите, с неверными допричтеться». В соборном изложении прадеда Петра I, патриарха Филарета Романова, в книге «Большой требник» находим проклятие бродобритие, как псовидного безобразия. Считалось также, что безбородность способствует содомскому греху. Митрополит Макарий, председатель Стоглавого собора, годы жизни 1482-1563, называл бритье «борот» не только делом латинской ереси, но и серьезным грехом. В древнерусской церкви оно считалось хулой на Всевышнего, создавшего совершенного мужчину с бородой, бреющийся тем самым кощунствовал, поскольку выражал недовольство внешним обликом, который дал ему Творец. Следовательно, он желал поправить Бога, что было, конечно же, недопустимо. Следующий бродобритию должен был быть отлучен от церковного общения. Староверы называли бритье «борот» еленским блудническим гнусным обычаем. В самом деле, древние греки, высоко ценившие молодость, живость, форму, первыми восстали против повсеместного распространения «борот». Показательно, что Александр Великий в дисциплинарном порядке велел всем македонцам брить бороды. Причину он выставил такую. Во время боя противник может схватить себя за бороду. Но истинный мотив был другой. Древний вождь хотел тем самым подчеркнуть особый характер европейской цивилизации, которую он представлял. Вслед за Грецией бороду стали брить и в республиканском Риме. Как видно, русские поклонники «борот» нашли своих оппонентов не только среди католиков и протестантов, но и среди язычников, или поганых, как они их называли. Даже на саму бритву староверы смотрели, как на орудие иноземного разврата и басурманского безбожия. Резкость тона обличителей бродобрития имела под собой серьезные основания, ибо во все времена находились отступники от стародавних церковных запретов. Одним из ранних нарушителей традиции стал великий князь московский Василий Третий Иванович. Женившись в 47 лет на 18-летней княжне Елене Глинской, он вдруг совершает вызывающий поступок, сбривает бороду, оставляет лишь усы по польской моде. В ту эпоху это был дерзкий вызов и бытовым, и религиозным обычаям. Ведь подобное действие приравнивалось к еретичеству, посягательству на образ Божий в человеке, тем более, что оно исходило от Божьего помазанника. Василий Иванович вольно или невольно стал насадителем новой моды в Москве. Вслед за ним на улицах города появились щеголи, которые не только брили бороды, но и выщипывали себе волосы на лице. По словам филолога Николая Гудзия, их бродобритие имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложества. Один летописец того времени, стараясь, впрочем, неуклюже, оправдать Василия, пишет «Царям подобает обновляйтеся и украшайтесь всячески». Историки связывают его бродобритие и с желанием угодить молодой капризной жене. Во время правления Бориса Годунова годы жизни 1552-1605 подражание иноземцам в бритье бород приобретает дальнейшее распространение. Сохранился портрет самого царя Бориса Федоровича в парадном одеянии и шапке Мономаха, но без бороды и усов. Николай Карамзин в истории государства российского отмечал, что Бориса упрекали, в частности, в пристрастии к иноземным новым обычаям, из коих бродобритие особенно соблазняло усердных староверов. Одна из первых парсун сделана с князя Михаила Скопина-Шуйского годы жизни 1586-1610. Образованнейшего человека своего времени, освободителя Москвы от Лжедмитрия Первого. Изображен он на ней безбородым, а ведь отказ от бороды становился верным признаком западника, готового отказаться от прадедовской традиции. Внешне уподобится получерту латинянину. «Ох, ох, Русь, что-то захотелось тебе немецких поступков и обычаев», сетовал в 70-е годы 17 века протопоп Аввакум, годы жизни 1621-1682. Действительно, уже с 17 века среди высших слоев русского общества распространилось бродобритие, и консерваторы отчаянно боролись с этим. Правительство колеблется. С одной стороны, оно стремится к новому, но в то же время пугается выходок староверов. В угоду последним царь Алексей Михайлович в 1675 году издает указ, согласно которому предлагалось иноземских немецких и иных обычаев не перенимать, волосов у себя на голове не подстригать. В 1681 году царь Федор Алексеевич, который сам бороду не носил, указал всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо длинных охобней и однорядок. Никто в старой одежде не мог явиться в Кремль. Однако упразднить стародавние бороды ему не удалось из-за противодействия патриарха Иоакима. Умер в 1690 году, который еще при Алексее Михайловиче осудил тех, кто паче, ныне наче губите образ от Бога мужу дарованной. Иоаким отлучал от церкви не только тех, кто брился, но даже тех, кто просто общался с грешниками. Наиболее воинственно высказывался по этому поводу последний русский патриарх Адриан годы жизни 1627-1700. Вспоминая о тех счастливых временах 16-17 века, когда за бритье бород, помимо отлучения от церкви, иногда подвергали битью батагами или ссылкой в отдаленные монастыри, Адриан в своем окружном послании ко всем православным анебритии бороды и усов, приравнивал бродобритников к котам и псам. Все это вызвало резкое недовольство Петра. Опальный патриарх вынужден был уехать из Москвы в Никола Перервенский монастырь. Не одобряя многих петровских преобразований, он тем не менее старался не мешать царю-реформатору и молчал. Но это его молчание было по существу пассивной формой оппозиции. Ревнителям бород, искавшим опоры в авторитете церкви, этого было, конечно, мало. Они требовали действий, а потому негодовали на малодушного Адриана. Секретарь прусского посольства в России Иоганн Готкельф Фоккеррот заметил, что многие защитники старины лучше положат голову под топор, чем лишатся бород. Своеобразной формой протеста против нововведений Петра Первого стал так называемый «самоизвед», к которому, как к последнему средству, прибегали отчаявшиеся староверы. Так, в 1704 году, к примеру, некий Нижегородец Андрей Иванов прокричал «Государево слово и дело!» А на допросе сказал «Государево дело за мною такое, пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платья носить немецкое и табак велит тянуть». При этом Иванов ссылался на запрещающий эти безобразия сто глав. Судьба Иванова трагична, он погиб под пытками, и случай этот не единичный. Пример пассивного протеста приводит британский инженер на русской службе Джон Перри. Он рассказал о том, что русские, питавшие религиозный пиетет, к своим бородам вынуждены были подчиниться царскому указу и обрить их, однако многие бережно хранили уже отрезанные бороды с тем, чтобы впоследствии, положив их с собой в гроб, предъявить на том свете святому Николаю. Однако не все люди в рясах отстаивали русскую бороду. Многие представители духовенства горячо поддерживали реформы Петра Великого. Среди них митрополит и церковный писатель Дмитрий Ростовский в миру Даниил Туптало годы жизни 1651-1709 впоследствии канонизированный русской православной церковью. Его перу принадлежит рассуждение об образе Божии и подобии в человеке, где ему пришлось доказывать, что у человека образ Божий заключен не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь. Дмитрий приучал паству заботиться прежде всего о спасении души, а не о внешней красоте и благочестии. Любопытно, что противники бород оправдывали бритье и чисто практическими соображениями. Тот же Джон Перри утверждал, что окладистая борода мешает человеку аккуратно есть и пить. Но наиболее рельефно мысль о неудобстве бороды выразит позднее Николай Карамзин в своих письмах русского путешественника. Борода Борода принадлежит к состоянию дикого человека. Не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица. Сколько неудобности летом в сильный жар, сколько неудобности и зимой носить на лице иней, снег и сосульки. Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, а все лицо? Навязывая новую моду, царь был весьма последователен и не церемонился сослушниками. В Москве в 1704 году на смотре служилых людей он приказал нещадно бить батагами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. В отношении же простого люда власти действовали еще более решительно. В Астрахани местный воевода Тимофей Ржевский насаждал новые порядки путем жестокого насилия. Астраханцы жаловались позже. Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам и по улицам и по церквам обрезывали ж и по слободам учинился от того многой плач. Стихийные протесты жителей Астрахани переросли в восстание, которое в 1705 году вынужден был подавлять огнем и мечом генерал-фельдмаршал Борис Шереметьев. Характерно, что одному из бунтовщиков Якову Носову сначала обрили голову и только после этого ее отрубили. Такими мерами Петр приобщал подданных к нововведениям на свой вкус. Восстание приняло бы более масштабный характер, если бы к астраханцам присоединились казаки, которых они просили о помощи. Однако, поскольку с молчаливого согласия властей указ Петра о бродобритии казаки не выполняли, они отказались поддержать восставших. Когда спустя столетия русские войска, завершая войну с Наполеоном Бонапартом, вошли в Париж, бородатые казаки произвели на французов весьма сильное впечатление. Борода быстро вошла там в моду и называлась Алярюс. Парижские газеты писали, борода это естественное украшение особ сильного пола, она часть мужской красоты. Только борода может придать значительность лицу мужчины. Однако, в самой России действовали запретительные законы о бородах. Они издавались и августейшими преемниками Петра Первого, вплоть до конца девятнадцатого века. К бритому подворотку привыкли. Рядом с давним убеждением, что борода образ и подобие Божие, в народном сознании жили уже совсем иные взгляды. Борода выросла, а ума не вынесла. Мудрость в голове, а не в бороде и так далее. Только император Александр Третий, относившийся к бритве с недоверием, полностью бороду реабилитировал. Он и сам носил бороду, и в этом ему следовал последний российский император Николай Второй. Но это уже выходит за рамки рассказа о венциносном бродобрее. Редактор субтитров